Очередная победа наших земляков на всероссийском уровне. Специалист-кинолог Белгородской таможни Александр Пшеничный и его четверолапая напарница бельгийская овчарка Кеша стали лучшими в межведомственных соревнованиях сборных команд страны по многоборью. В них участвовали представители девяти министерств и ведомств России. И первое место наша команда взяла в дисциплине поиска и обнаружение наркотических средств. Она стала чемпионом России по многоборью кинологов со служебными собаками. Сегодня победители у нас в студии. Александр, здравствуйте. Я рад приветствовать вас вместе с собакой в нашей студии. Позвольте поздравить вас с этой победой. Я правильно понимаю, что вот это как раз награда у меня на столе. Вот именно она. Давайте мы ее покажем чуть крупнее. Это именно та награда, первое место в поиске и обнаружении наркотических средств на всероссийском уровне. Но тем важнее, наверное, эта победа, так как она добыта в год юбилея, 30-летие Белгородской таможни. Да, конечно. Очень приятно, что мы не подвели нашу федеральную таможенную службу, нашу Белгородскую таможню, центральное таможенное управление. Выступили достойно. Показали высочайший класс мастерства. Ну вот я поясню для зрителей. Сейчас мой стол завален дипломами, кубками. Я правильно понимаю, и вот медали на шее у собаки, это все вот ваши с ней награды, ваши с ней же сладости? Да, совершенно верно. Два кубка, которые стоят, это значит и медали, которые висят у нее на шее. Это значит Кеша заработала в соревнованиях по отборочных по центральному таможенному управлению. Что впоследствии обратило на себя внимание нашей работы представителям московской службы кинологической и дало нам право и шанс поучаствовать в сборной команде федеральной таможенной службы уже на российском уровне. Давайте поближе познакомимся с героиней сегодняшнего интервью. Это бельгийская овчарка Малинуа Кеша. Но это лишь сокращенное ее имя. Я сейчас прочту полное, его просто так наизусть-то и не скажешь. Ее зовут Рестлес Хюндекиайра. Скажите, как это имя переводится и вообще отражает ли оно характер собаки? Ведь, насколько я понимаю, Рестлес в переводе это неугомонно, неусидчиво. Да, совершенно верно. Потому что, значит, в силу ее психики она более, скажем так, более приближена к сангвинику. То есть, когда процессы торможения и возбуждения коры головного мозга, процессов происходящих там, уравновешены. Но сама порода бельгийская овчарка Малинуа, она очень подвижная. Очень подвижная. И в работе это очень сильно помогает. Поэтому Рестлес, означающая подвижная, это точное отражение ее поведения во время работы. Могу сказать, что, скорее всего, это очень послушная собака, потому что сейчас она ведет себя просто идеально в вашем присутствии, видимо, по вашей команде. Ну, она вообще очень способная девочка. И обижаться мне на нее грех. Конечно, много было потрачено сил для того, чтобы объяснить собаке, поскольку человеческая речь она не понимает, как ей нужно вести себя и что делать. Но она очень талантливая, она очень хорошо учится. И мне это самому помогает. И ей помогает в нашей работе. Вы рассказали про отбор собаки на эти соревнования. Я же правильно понимаю, что это у нее первое всероссийское состязание? Да, совершенно верно. У нее вообще всего было, вот этих соревнований было два. Одни по управлению, другие уже на российском уровне. До этого она в никаких соревнованиях участия не принимала. Вы знаете, придется осознаться зрителям о том, что у нас есть рояль в кустах. Кеша, у нас для тебя есть испытания определенные. Давайте попробуем повторить, может быть, вот тот процесс поиска наркотических веществ. Александр предусмотрительно принес в студию несколько сумок. Поэтому давайте мы дадим возможность Кеше среди нескольких багажных сумок отыскать ровно ту, которую нужно искать. В которой есть что искать. Держите, Александр, одну. Так, сейчас, секундочку. Лежать! Хорошо. Давайте. Так, еще несколько. Так, сейчас еще поставим. Скажите, как проходит вообще поиск? То есть собака должна как-то обойти, обнюхать именно все предметы багажа, верно? Да, совершенно верно. И после обнаружения искомого запаха собака должна показать сигнальную позу. Вот сейчас вы нам расскажете, что это за сигнальная поза. Давайте посмотрим. То есть где-то в одной из этих сумок есть то, что собаке нужно искать. Вот она и сигнальная поза. То есть собака даже не подает голоса, она не поднимает лая, она просто ложится возле той сумки, где она нашла. Хорошо. Да, вот, пожалуйста, мы можем продемонстрировать, что в этой сумке было заложено вещество. Вот, смотрите, уважаемые зрители, вот оно вещество. Это, конечно, не само вещество, это имитатор запаха, на который собак дрессируют. Я правильно понимаю, что именно предварительная работа у вас на этих имитаторах запаха как раз и происходит? Да, совершенно верно. Скажите, смотреть, как работает Кеш, это просто одно удовольствие. Совершенно тихая, спокойная и действительно собака очень такая активная, достаточно юркая. Скажите, а были ли, Александр, команды на соревнованиях, с которыми вы шли, так скажем, нос к носу? Соревнования вообще были острыми с точки зрения конкуренции? Или вы, можно сказать, обошли соперников? Нет, поскольку это соревнования российского уровня, естественно, слабых собак, откровенно, там не было. И все команды вызывали уважение, потому что, ну, в первую очередь соперника нужно уважать. Но и действительно собаки были достойные. Значит, команда федеральной таможенной службы заняла первое место. Второе место заняла команда, сборная команда федеральной службы исполнения наказаний. А третье, значит, пограничные службы. Вот. И везде были достойные собаки, достойные соперники. Скажите, а как вы готовили Кешу к этим соревнованиям? Ведь наверняка, кроме, так скажем, профессиональных навыков отработки, вот, момента поиска самого вещества, нужна какая-то и психологическая подготовка. Наверное, для собаки такие соревнования, это тоже стресс? Или это мы себе придумываем? Нет, в определенном смысле, и, конечно, любое изменение обстановки вокруг собаки, то есть это новые люди, новые запахи, новые территории, все равно это стресс. Но, если собака изначально, с самого раннего возраста, готовится к тому, что она должна работать везде, всюду, при любых условиях и скоплении народа, то она очень быстро и легко преодолевает этот барьер. И вот это самое основное. Поэтому готовить какими-то специальными способами я не готовил. Просто немножко, скажем так, позволил собаке ознакомиться с окружающей средой, куда мы приехали на соревнования. И все, и собака, было видно, что она способна дальше нормально работать. Скажите, а сколько по времени вы уже работаете с Кешей в паре? Я работаю с 2019 года, а вообще она у меня с 2018 года. То есть это еще вполне себе молодая собака. Да, это очень молодая собака. Это даже, она еще не достигла своего пика, так называемого. Потому что пик у собаки наступает, пик качества работы наступает где-то в районе 4-5 лет. А у нее 3 только. Скажите, а за такое успешное выступление на соревнованиях всероссийского уровня Кеша что-нибудь получит? Она уже получила. Как говорил неизвестный герой, сыгранный Никулиным в фильме «Ко мне Мухтар». А что собаке можно дать? Только вкусняшку. Вот и все. Она получила от меня все, что она могла получить. Тепло, ласку и вкусные какие-нибудь лакомства. Расскажите, пожалуйста, как кинолог, как большой специалист своей профессии, возможно, нас смотрят начинающие владельцы собак или те, кто хотел бы свою собаку чему-нибудь научить. С чего вообще нужно начинать занятия с собакой? Каким, может быть, простым командам стоит научить собаку в первую очередь? Во-первых, я всегда говорю и говорил людям, которые обращаются ко мне с вопросом, какую собаку завести в первую очередь. Я отвечаю, вы, во-первых, ответите себе на вопрос, для чего вам эта собака. Потому что глупо требовать от МОПСа, чтобы он охранял территорию, жилища и так далее. То есть нужно определиться с целью, для чего люди заводят собаку. После этого нужно обязательно обратиться к специалисту, поскольку те знания, общепринятые о собаке, что у нее четыре лапы, хвост, они не дают возможности воспитать грамотную и послушную собаку. Поэтому лучше всего обращаться к специалистам. Благо у нас в городе Белгороде есть дрессировочные площадки, где работают специалисты, и они могут помочь в этом вопросе. Потому что сам человек вряд ли что-то сможет научить. Но хотя бы каким-то простым командам или все-таки... Нет, лучше все-таки это делать с профессионалами. Вы понимаете, что даже команду сидеть нужно, можно и нужно отрабатывать так, чтобы эта команда была безапелляционной. Если хозяин сказал сидеть, значит это сидеть. Понимаете, потому что послушание у домашних животных, у служебных животных, это основа основ, это управляемость собакой. И не важно, где эта собака находится, в частных руках или же работает профессионально. Вы можете продемонстрировать нам несколько команд в отношении Кеши прямо сейчас? Да, конечно. Кеш, иди сюда. И сжать место. Хорошо. Немножко зациклена на вещах. Стоять. Стоять. Хорошо. Сидеть. Лежит. Стоять. Стоять. Сидеть. Хорошо. Лежит. Ай, браво. Стоять. Сидеть. Хорошо. Кеши, я просто аплодирую Александру великолепно. Это прекрасно. У нас сейчас аплодирует вся аппаратная. Александр, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в гости со своей питомицей. Я поздравляю вас с наступающим праздником, 25 октября, день таможенника. Пусть у вас все будет хорошо по службе. Успехов вам в обнаружении. Я напомню, что Александр Пшеничный и овчарка Малинуа Кеша, которые стали победителями во всероссийских соревнованиях в номинации поиска и обнаружения наркотических средств, сегодня были в нашей студии. Пожалуйста. Пожалуйста.